вы видите друзья виктора или ну которая выходит из кадра оставляя виктора там значит я хочу анонсмент пошли на ходу будем так беседовать значит виктор написал это что как назвать жанр это называется драматургия жанр но называется мюзикл мюзикл вот виктор написал мюзикл веселенький или так он он так какой-то грустный многоплановый многоплановый мюзикл об иммиграции о жизни отказников в холодном ленинграде советском правильно сколько вы в отказе были мы были 9 лет в отказе от начала до конца и сели в отказ 79 году и прямо вот как в афганистан после этого пока мы ждали до началась эта афганская эпопея и вся иммиграция прервалась на много лет и мы были одни из первых когда уже мы выехали восемьдесят восьмом году в самом начале года нам уже позвонили сказали что ехать можно хорошо я хочу сказать что виктор по образованию музыкант до консерватории учился я учился в консерватории да но потом переключился в основном на всякие более практические вещи но за кучу поселитую я учился специальном классе которые как бы нельзя было закончить и не закончить специальная группа для особо одаренных детей ребенком учился я и включился ребенком и меня взяли это это нет не то что но я был при в классе профессора аронова если кто нибудь такой знает это был такой знаменитый музыка но это был исполнительский это был исполнительский это окончилось тем что ты музыку сочиняешь кончилось тем да но это в общем как бы достаточно типичный вариант сперва там играет на рояле а потом уже начинает то есть получается так значит ты написал автобиографическую вещицу драматургию к ней стишки то есть так и поэзию к ней же музыку вот обычно это три разных человека пишет один человек пишет книгу то что называется бук по-английски другой человек пишет стихи то что называется lyrics а третий пишет музыку композиторы получаются все три вот в данном в этом данном произведении я сделал все три вещи сам потому что никому не доверял но когда я редактировал уже перевод там уже мне помогали все пошел английском уже написано все было на английском основной текст был написан по-английски на стихи по-английски я не смог писать поэтому стихи были написано по-русски но у нас есть файл в этом файле произведения я под видео нашим дам ссылку на этот файл и приглашаю всех прочитать там большой объем сколько вот авторских листов сколько вам будет там 100 обычных страниц если считать 100 страниц машинописных 100 страниц машинописных достаточно крупным это все я не знаю сколько времени уходит прочесть на самом деле несколько часов на но я то обычных страничек я думаю что для многих это будет некоторым откровение пришивешь как бы там каждое слово абсолютно из жизни это для многих будет сюрпризом что такое в жизни бывало такое сегодня бывало и это как раз та история которая очень быстро как бы исчезла из оборота потому что когда это было для в этом деле было вовлечено по крайней мере 50 тысяч человек это было в общем от грязников людей которые попали в отказ было около пятидесяти тысяч это очень много не все были были супер активные были очень и политически активные на уровне диссидента были сравнительно активные более не менее старающиеся уж так совсем советской властью не начинаться и были просто которые сидели и тихонько ждали но все вместе получилось довольно большое как бы движение национально освободительное движение на сегодняшний день об этом уже получается никто ничего не знает это все сбывается ну что же значит вот я чё хочу сказать вот текст есть а если люди скажут а как же вот песни а как же музыка вот мы как как-то мы можем это озвучить вообще есть музыкальные файлы музыкальные файлы есть но на самом деле некоторая доработка нужно чтобы их вот так вот ставить они есть в том смысле приготовлено что есть есть какой-то театр который может поставить то ему можно друзья если у вас есть театр который может поставить присмотритесь к вещице музыку вам там наиграют вот это вот насчет того что один человек там он и стихи и прозу и музыку это мне напомнило это вот что карл маркс и фридрих ангельс это не муж и жена а четыре разных человек четвертого там небесные пока что ты четвертый пока что сам зритель эта музыка например написано та партия которая надо петь написано ноты так у меня есть ноты и есть как бы сопровождение вот так вот этот спеть представить это может только тот человек который как бы умеет но зачитайте имеет какое-то музыкальное утрачено утраченная культура но ничего страшного значит мы то мы то что мы знали там дорами фасоли сидом бемоль диез нас учили на уроках пения не все конечно могли спеть то есть это чтобы все все семьи по-разному это надо было конечно но это не каждый может а то чтобы еще сочинить и чем другие спели это конечно же но друзья я вот вам значит представляю виктора и его произведения и значит я открою тему на нашем форуме залив.org поэтому вы можете высказываться конечно и под этим видео в комментариях а если кто-то хочет более детально так я думаю что форумный формат он более удобный и я на форуме сделаю тему пролинкую и так далее и собственно я под видео дам ссылку на тему тоже на форуме чтобы вам было удобнее было бы очень интересно знать мнение современного зрителя и мы свету спросим она вот читала но мы мы подождем пусть они почитают сами потом свет запустим все счастливо так далее